На один день у Люцеминаева освободили от машины, предоставили в распоряжение местных фермеров овощи, молоко, мясо, крупы и рыба. Торговали с 220 машин, не заставили себя ждать и покупатели. Многие жители Ульяновской области предпочитают покупать домашние качественные продукты. Торговля идет напрямую, без посредников, соответственно и цены ниже розничных. Все купили, очень довольны. Замечательно просто. И народу немного везет. И мясо купили, и сахар купили, и рыбу купили. Ну все, девочки. Прямо спасибо большое. Подешевле, чем на рынке, хорошо. Нормально? Да. Традиционно большим спросом на весенних ярмарках пользуются картошка, яйца и мясо. Также, учитывая нездоровый ажиотаж к сахару, на ярмарку в этот раз завезли 40 тонн продукта. Однако, скупали сахарный песок в этот раз без энтузиазма. Очередей и скоплений людей у точек с сахаром не было. Я только пришла и специально пришла за сахаром. Потому что в магазинах, что-то я не застаю, как не приду, уже разобрали, разобрали. А сейчас от товара смеет ходить надолго. Посетил традиционное весеннее мероприятие губернатор Алексей Русский. Глава региона пообщался с покупателями, с сельхозтоваропроизводителями и оценил представленный ассортимент продукции. Мои руки много, да? Да. Работа много. Ну, покупает? Покупает. Ну, плохо. Хотя цены 90-х годов на мед. По итогам ярмарки было продано 16 тонн овощей, 14 тонн сахарного песка, 82,5 тысячи яиц, 4 тонны круп и макаронных изделий, 4 тонны муки. Общая выручка составила 17 миллионов рублей. Для многих региональных фермеров участие в ярмарке является хорошим способом заявить о своем продукте и подзаработать. У торговцев, которые не первый раз приезжают на ярмарку, есть постоянные клиенты. Домашняя продукция собственного производства. От начала до конца все делаем сами. Работаем только с семьей. На каждую ярмарку у нас все раскупают с удовольствием. Традиционно на ярмарке работали социальные площадки. В доставке продуктов пожилым гражданам помогали волонтеры. Контроль качества продукции осуществлялся специалистами агентства ветеринарии. А чтобы покупки были в радость, на ярмарке организовали развлекательную программу. Всего накупили. Довольные, радостные, веселые, счастливые. Все есть. Все доступно. Всего хватает. И спасибо организаторам ярмарки за то, что прекрасно организовали ярмарку. Следующая торговля развернется 9 апреля на проспекте Ульяновский в Заволжском районе. Алина Тихонова, Юрий Конихин, Улправды ТВ.